В Ахитовский районный суд Казани начал повторно оглашать приговор по делу доцента КФУ Дарьи Алякиной. Женщину подозревают в мошенничестве на 168 миллионов рублей. Два года назад подсудимые уже оправдали по этому же делу, но прокуратура обжаловала это решение. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. На скамне подсудимых доцент КФУ Дарья Алякина. По версии следствия, 44-летняя женщина, будучи руководителем казанского филиала Московской страховой компании, похитила у организации 168 миллионов рублей. Происходило это в период с 2008 по 2014 годы. Как полагает гособвинение, подсудимая заключила фиктивные агентские договоры с четырьмя подконтрольными ей организациями, которые фактически не получали и не реализовали страховые полисы, но получали за это комиссионные вознаграждения. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Вину она не признала. У нас нет комментариев. Мы, наверное, после приговора, когда послушаем. В премии государственное обвинение просило для подсудимой 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2018 года Вахитовский район суд Казани уже выносил приговор по этому делу в отношении Дарьи Алякиной. Тогда женщину оправдали. Но прокуратура подала апелляцию и Верховный суд Татарстана отменил это решение. Дело направили на новые рассмотрения. Спустя два года в том же Вахитовском суде ей начали оглашать новый приговор. Учитывая, что в деле больше ста томов заседания растянется на несколько дней. Не исключено, что вердикт суда Дарья Алякина может услышать уже в новом году.